всем привет вас снова на канале любопытный мишка с нами матильда и телега как обычно в строю это канал о пеших путешествиях сейчас мы путешествуем по республику киргызстан обходим озеро иссекуль уже прошли восточную часть вчера посетили каньон сказка заночевали на прекрасном берегу вот сейчас направляемся в село каджесай 2 посмотрим сориентируемся по погоде и может быть дойдем до поселка той тон вот до районного центра это у нас район тоннский вот так что погнали как неожиданно шли шли стройка стройка дорога горы а тут фигак food truck со столиками стульками со всеми делами причем симпатично смотрится и хороший вид оттуда и там вроде бы даже есть спуск на пляж интересное может быть от этого хозяйства интересно так все сливается и иссекуль и небо и асфальт в один цвет такой синевато-серый так попался на пути еще этно комплекс амутаж отель и ресторан ресторан видимо это вот это не достроена еще юрта миленько на горе довольно внушительный памятник издали напоминающий буду это саякбай каралаев посмотрим его еще другого ракурса практически наша компания нам не хватает ослика орла и киски ну ладно это она заменяет телега здорово это видимо как может отсылка шелковому пути или просто такой сборник всего что могло бы быть и он там еще красивая картина смотри какая с горами с маковыми полями да реально красивая картина интересные бетонные юрты немного плитка обвалилась интересно мне кажется сейчас не работает он как-то так полу заброшено смотрится хотя идея здоровская даже вот так вот дорожку вдоль этих картин проложить уже как в общем с этой красотой история какая что ну как нам сказали частник строил строил и не достроил умер вот и все это дело заглохла а сейчас государство хочет все таки это дело дом облагоустроить и сделать красоту какая она и планировалась но должно быть вообще очень круто да 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 там прям ну и территория огромная вот и напротив еще на карте отмеченная как произведение искусства а вот как раз этот дракон что ли из сказки каньон сказкой дракона в общем во вчерашнем выпуске там история ли на птице это это орел женщина на орле интересно да не а крутое место такие а ну вот официальный заезд видимо предполагался золотыми воротами ну надеюсь установят и все будет красиво потому что ну одна только вот этот вот живопись на стенах чего стоит и будет супер такое место притягательное у там еще а вот кто там такой а там коза кстати какой-то как тарас бульба то в общем амфитеатр из решетки думаю не видно и там такой мужик реально тарас бульба вылитый интересно 1 к реально стоит показать в там очень интересно внутри так вот этот амфитеатр старая сам бульбы да реально такой как так там какое-то гигантское здание сейчас еще с той стороны все такое масштабное до работы предстоит немало но я думаю она того стоит это практически не знаю как что вообще что-то крупное она сейчас немного обошли и сюда немного по гребню тропиночкой можно к этому памятнику даже забраться аккуратненько некоторые участки дороги уже идеально сделаны просто шикарный асфальт широко красиво прекрасно читаешь на здесь не так много поселков такие большие перегоны я думаю потом от мешка до каракола здесь будет ездить гораздо быстрее чувак шафт какие красивые красота ну да удобно с одной стороны проехал там все посмотрел а потом другой стороны будет вернуться на прогноз получается вокруг из цикуля дорогу устроят три подрядчика а вот там вот северной территории и китайцы пакистанцы вот эти желтые с этой стороны это местная уже бештекская компания строит но кстати у них как будто даже лучше получается чем у китайцев она может быть в общем-то отлично на подходе к селу кайдзисай 2 есть на дороге прям стоит гостевой дом 2 абрикоса еще пару гостевых домов каких-то пансионат картаж южный в километре от своротки и здесь есть горячие источники но вообще если верить карте то этот маленький подселок он полностью состоит из гостевых домов гостиниц гистраусов и всего штука можно и вон как раз эти горячие источники там небольшая мини гостиница из иксу и при нем как раз бассейн с горячей водой понятно вот а вообще большой поселок чуть выше находится каджесе просто это два а тот просто там есть музей но не немного гостевых домов магазина и все дела но гораздо больше да понятно внушительный пансионат тоже с горячими источниками в окружении зелени еще один пансионат это пансионат салима а вон там основной поселок совсем глубоко в горе далеко и торты зеленый красивый изглесно вот у салимы зато свой песчаный пляж большой зеленой территории еще один какой-то кафе отель какими магазинчики магазинчики надо тут на каждом столбе висят объявления сдаются юрты сдаются юрты комнаты комнаты там с удобствами и так далее в общем да гипер туристическое место сейчас посмотрим что там за пляж в магазине есть самцы она нам ничего нельзя страстная неделя хорошо что нельзя мы эту неделю чисто так даже без рыбы вообще пляж классный широкий песчаный есть вот такая 300 подломанная водится вода также прозрачный тут уже камушки кусочек вот туда тоже все пляжи пляжи пристали но понятное дело на берегу еще пока ничего не прибрано вот а там пляж пляжи пенсионат вот еще ничего не работает ничего не прибрано но я думаю все сделается к началу сезона да но тут очень классно город так близко здорово ну и сегодня у нас на обед другая консерва теперь уже не рыбная бабы бабы посоль похож на американскую бомжа в таких фильмах бывает в американских надо такой апокалипсис ну как он на самом деле ладно еще бекон бы был было бы пища старателей что ради кстати мы это уже прошли противоположную сторону от быстрей да да мы уже подходим где-то на пути к челкунате ну где-то наверное гиппадром так что привет женя привет Саша привет Сереже привет Наташа привет Вероничка прикольно надо же как вот что на другой стороне ясненько ну вот вот так смотрится другая сторона продолжаются гостевые дома кто-то еще строится тонкие домики будут пирамидки опять же тут это что-то все устраивают вам базы единственное все работает в основном самое раннее с мая а так в основном с июня так конечно в несезонье это не очень удобно но понятное дело здесь нет такого наплыва туристов еще чтобы все это заполнить вон какие шикарные горы думаю может быть к ним даже свернуть сделать крюк по грунтовке вдоль них сейчас посмотрим смотря какая дорога если песок то ну нафиг а если нормальная грунтовка прогулялись не зайцы обманули вот эта грунтовка идет куда-то дальше к домикам в нашу сторону дороги нет ладно посмотрим может еще будет с вороткой видимо древний не состоявшийся санаторий но там вот как будто бы раньше что-то еще работало потому что эта конструкция точно ее не довели до ума а те штуки домики они видимо работали но тоже сошли на нет какой-то все там двери выбиты и все такое вот порушены пляжная зона но сейчас сюда конечно особо не приедешь отвалы от строительных работ дороги все подъезда немного подсыпано только если спуститься да так пешочком может где-то совсем в обходную где я сейчас не вижу ладно пойду смотреть зайца так у зайца припустена еще одно достопримечательное здесь где-то у подножья этих гор находится до полтора километра но такого относительного подъема посмотрим что там такое у нас дорога как 1 холмы добрались но оказывается еще дальше давай зайц она должно было стоить тоже что-то вроде каньона видимо здесь река течет во время дождей размыло берег там какое-то непонятное сооружение в общем до топли мы до какого-то хозяйства где-то тут это должен быть источник отжил от желатах манджил от а манджил от а святой источник а ну тут какие-то купальни еще что-то нарисован два домика думаю что это такое ясно не ну может здесь и есть где-то источник мне кажется просто он внутри хозяйства ну что логично наверное где им тут воду еще брать в такую сушь спасибо я чё-то уже забрался нормально ну красиво тут надо сказать укромно расположилась хозяйство о том счет . этой двойник спросим выяснили источники есть причем здесь даже 7 1 в общем там вот но это еще где-то 500 метров наверное новость такая что это не 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 какая-то достопримечательность это просто источники воды местные это раз ближайшие еще манджил от а как раз немного подальше вот это не горячие не минералка ничего такого просто водичка вот так ну ладно зато красиво прогулялись здесь дорога была не такая уж плохая немного только песка по которому буксуешь а в целом норм ладно я можешь сказать доволен отчасти а я наждаюсь я подумал что наверное для данной местности здесь любой источник он святой но в плане того что здесь ну крайне же мало воды вот как проходили реки все какие-то ну вот именно последний кусок не знаю километров сколько 50 наверное вот это когда началась эта сушь как раз каньона сказкой вот этого все понеслось потому что берегает цвета и мать оленях а ну это относится вообще к корме страны это ладно так насчитается реально здесь все реки пересохшие гослики здравствуйте пушистики молодые а это по ходу мамки такие уже взрослые вот здесь начали уже заливать новый так чем-то залили или только первый слой асфальта или битум понятно в общем круто снуть какая широкая вы сколько пола 6 и целым как какой-то здесь новообразуется вот оборудованный пляж раньше видимо активно функционировал сейчас немного поржавел но в целом переодевалки урны но свет да напротив манджелы не доходя до кладбище какой тут каньонище красивый а вот в городе сверху отмечена смотровая там какой-то отельчик видно и смотровая тоже написано вид на сказку да потому что выглядит прям эпично вот дошлёпали до поселка будем думать куда встать потому что пока не понятно ну что недорого недолго думая перед тоном мы решили стать лагерем на городском пляже нашли вполне себе уютную полянку матильда уснула даже не дает харчи зайчик что ты там делаешь скажи мой друг как тебе сегодняшний день дороги слишком много дороги слишком много машин да мы круто поднялись туда итоге к источнику которого не оказалось да наверно было одно из таких классных штук просто мы как-то и насыщенно шли и очень много машин да уже это напрягло я даже сейчас мои маршруты смотрю что дальше мы там возможно нагрузились ясненько вот туда классно да то давид зашибись но несколько точек было интересных с этим заброшенным комплексом там где было до раскро закрашена последний кусок жесткий да прямо дороги немного сегодня подустали вот ладно завтра наверное дождь посмотрим скорее всего заселимся куда-нибудь здесь в этого дальше нового комбай а вот и спасибо дальше посмотрим что у нас по плану будет подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте всем спасибо всем пока ну и как неким бонусом к вчерашнему видео в общем и дошли до села тонн районного центра тоннского района заселяемся в гостевой дом там не разогружать вещи из тележки мать или там вообще шикарно и тепло и чисто а у нас вот такая замечательная комната стоит это 500 сам с человеком вот и еще здесь можно постираться что для нас тоже прям бонус всем спасибо будем отдыхать один день точно еще два микробонуса один нам поставили обогреватель потому что на улице не холодно хоть не очень тепло или не сходил в магазин затарился на 460 рублей но нам здесь еды на два дня а